Привет, ребята! Привет всем! Жарко у нас уже, 26 градусов сегодня. Закончился сегодня 14 июня и закончился сегодня у нас наш курс по французскому языку. Летом будут каникулы до начала сентября. И очень стоит задуматься, как там дальше продолжать, не продолжать. Некоторые люди поотваливались, перестали ходить. Кто-то нашел работу, кто-то учит что-то и уже не до языка, не до французского. И приоритеты у них другие. То есть, ну это как бы не... Получается такая ситуация, что это не люминий, да, что ты приехал в двуязычную провинцию и надо кровь из носу учить френч. Ну, нужно, хорошо бы его иметь, да. У тебя будет еще в запасе один там козырь в рукаве. Достал там и говоришь там по-французски с работодателем. Это хорошо. Вот, поэтому, наверное, будет второй уровень, клик-дэ, как они говорят. И не знаю, там, сделай нам ассессмент. Сейчас у нас был потлог, мы готовили блюдо, приносили, угощали друг друга. Тут фотографию вам приложу. И получается такая ситуация. Сейчас, почему я снимаю? Сейчас еду в городок Окань, где мы были, когда забирали мангал. Там рядом нарисовалось объявление с зимняя резина на дисках. Четыре диска, семнадцатый радиус. Ну, и резина БУ, конечно. Но я думаю, что еще можно поездить. Там я смотрел на фотографиях нормальный протектор. Вот, и получается, что резина, семнадцатый радиус, 225-65, зимняя, четыре колеса. И стоит это 75 долларов. Я, честно говоря, себе искал зимние диски, ой, диски стальные, да, штампованные. Именно для Chevy Equinox есть диски, которые идут именно с Chevrolet. Потому что очень многие ездят на семнадцатом радиусе. И, как бы, у кого-то 225-й, у кого-то 235-й. Ну, дело такое. И получается, что за 75 долларов не просто диски, штамповка, да, вот, получается, стальные. Называют рим. Типа, как бы, диски. Но еще и резина, и четыре колеса. То есть, надо ехать сейчас. Ну, я поеду, посмотрю, что дадут. Я договорился с хозяином. Хозяин сказал, что он будет дома после 12. И вот закончился френч, я на стоянке, на паркинге. И сейчас мы еду туда. Все, давайте, до встречи там. Я потом отсниму, что мне там дали или не дали. Ребята, ну что, был я сейчас... Ну, я сейчас еще и на острове. Нахожусь на этом полуострове. Покажу вам, вот, какая картинка. За мной такой костел интересный. Здесь, в горе, как вы видите, ветерок. Очень приятный. Добрый, девушек, прокладный ветерок. Я не знаю, где-то слышно звук. Сейчас я переключусь и вам покажу. Забрал я колеса. Четыре колеса зимних за 75 долларов. У дядьки, который продавал прекрасную машину. Она, например, 15-го года. На ней пробег 111 тысяч. И он продает ее за 10 тысяч долларов. Машина там внутри чистая. Сильный ветер, очень сильный ветер. Не знаю, как будет слышно. И что будет слышно. Ну, вот, такая здесь картина. Заехал я на парковочку. Это по дороге. Домой уже. Ну, и сейчас я вам покажу протектор. Там еще на одну зиму хватит. Я просто уже включил другую камеру на телефоне. На зиму хватит. Я думаю, тут еще есть отверстие под шипы. Резина. Экстрим. Аваланч. Какой-то Аваланч. Ну, до контрольки еще есть там миллиметр. Но я думаю, что следующую зиму я откатаю. А, вот эти лучше намного. Вот эти два лучше. Тут больше. Это пойдет наперед, скорее всего, вот эти два. А это на попу. Такие. Надо еще посмотреть, какого они года. Потому что у меня там, как бы, двухлетний. Потому что здесь есть такие микротрещины. Ну, на одной резине у нас тоже есть. Тут она схаванная. Видимо, был развал. Не очень хорошо выставлен. Здесь тоже схаванная. Ну, получается, что два задних схаванная немножко. Ну, как бы, стертые вот здесь вот. Ну, на докатку, на один сезон, на зиму пойдет. А потом я переобую поставлю свою. Сам металл вот такой. Не сильно ржавый. Более-менее. Ну, они накачаны. И они отбалансированы. То есть, на следующий сезон, я думаю, пойдет. Так что, ребята, такие дела. Всем пока. Все. Уже еду домой. Такой сегодня выезд после французского получился. Сейчас я зайду в машину. Что-то приедет. Если я вдруг плохо будет слышно. Я зашел в машину, ребята. Такой вот выезд получился после французского. Еду домой. Так что все нормально. Поездка закончилась моя удачно, результативно. Так что, такие дела. Что я хотел сказать. Четыре колеса за 75 долларов. Диски, резина. Пусть резина такая себе. Ну, понимаете, что по какой цене на 17-е там у нас продается. Потом. Она отбалансирована. Мне переобуть машину. Просто работа. Перекинуть диски. Перекинуть покрышки на эти диски литые, которые есть. Стоит 87 долларов. Ну, 90 долларов они берут в Canadian Tires. То есть, плюс надо делать резервейшн. Нужно делать аппоинтмент. Приезжать на то время. И они мне сейчас поставили. Я вот сейчас ехал по трассе. По хайваю. И чувствуется, что идет вибрация. То есть, отбалансировали слабо. И не знаю, почему слабо. Почему оно так. Но есть небольшая. Но когда где-то на 100-110 вибрация. Потом на 130 пропадают. Вот. Такого не было на зимний. И тогда, когда у меня стояла спереди та, что стоит сейчас сзади. Тоже не было такого. Резина сейчас стоит спереди. Мотомастер. Новый. В прошлом году оба колеса покупал. Ну, заднюю докатаю. Возьму еще. Сейчас там есть Michelin. Продается по 103 доллара за колесо. Поэтому цена хорошая. На 17-ю резину цена хорошая. Думаю, что буду ждать акцию. Вот. Все, ребята. Такие дела. Всем пока. До новых встреч. Всем счастливо. У нас, смотрите, у нас все отлично. У нас уже рыбалочки пошли. Вчера был на рыбалке. Ездили к Сергею на дачу. Но это тоже будет отдельное видео. Еще смонтировать. Там много всего есть интересного. Вот. Но это я сейчас вот экспромтом выложу. Наверное, приеду сразу. Не буду мудрствовать лукаво. И просто покажу, какое оно есть. Что оно есть. Все, ребята. До свидания. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok